Теперь смотрим, как себя повёл этот самый саженец Персика Хасанского. Ну, раз это Сергей Персик. А, вот он, в Псковской области, я сразу это сам не увидел. Раз Сергей Персик, значит, он был привит. Он немного ещё и сеянцами продавал, но в основном привитые. Я почти уверен, что это привит. Я боюсь говорить точно. Но тогда он привит на, это только привал, только мой метод, это на манджутский абрикос. Но Псковская область это всё-таки не Крым, согласитесь? По российским меркам, когда-то считался север Руси. Не Россия, которая включает Сибирь, а север Руси. Псков, Новгород всегда считался севером. Ну, и по этим, по широте, по географическому, это север. Так что смотрим дальше. Внимание! Привет, земляк! Это же всё-таки, когда-то начиналось с одной веточки, которую я раздобыл с замёрзшего персика. Вызвалось под снегом, одна веточка. С неё пошло целое поколение абрикосов. Смотрим. Любуемся. Женщину любуемся. Посмотрите на это лицо. Таких лиц мало в России, я имею в виду, который улыбается. Вот. Персик. Красота, видели? Это она писала фотографии персика, выращенного из саженца Железова-младшего. Смотрим дальше. Дальше я рассказал про это. Только добавил фотографию. В прошлый раз. Смотрите. Мне тоже приятно, что доставил вам радость. Я почему и продолжаю эту тему. Я... Чё повторяться-то? Хочу немного добавить информации. Насчёт укрытия. Без укрытия и удобрения. Ну, вот как бы я вас расцеловался. Экспозиция участка юго-восточная. Слова-то какие знаете. Так, что это слово экспозиция. Видимо, расположение. А, ну это, видимо, расположение. Северо-запад, лесополоса. Увы, удачность. Западные ветры преобладающие по всей России, кто не в курсе. А у северной ветра самые жуткие. Вот тут лесополоса. Неплохо, да? Грунтовые воды далеко, неплохо, почва легкая. Отлично, суперспесчаные абрикосы любят. А по двое-то у него 99% по двое абрикосов. Всё идёт. Подумайте, Псовская область, а то ничего не будет расти. И ничего не будет расти. Ладно. Читаем дальше. Так. Солнечная сторона находится по... А, вот, лесополоса. А, нет. Находится поле с солнечной стороны. Песок преобладает. У лесополосы больше чёрной листовой земли. Персик посажен на границе поля. Фотосветение 2 мая. Я не внёс. Ну, то есть, видели его в прошлый раз. А, где зелёные плоды, 15 июня. Спелые плоды сняли без меня в конце августа. Но, видно, они даже переспели. В конце августа. А август это летний месяц, считается. Ну, и, наконец, ради этого я и повторяюсь. То есть, вы видите то, что называется эстафета. Четыре дерева полученные от Сергея посадил у своих друзей-пчеловодов. Выка поселение Дубравное. Сама там не живу. Деревья растут без всякого хода и укрытия. Чувствуете? Чувствуют себя хорошо. В этом году я была там апреле, май и июне. Первые два фото были мои. А урожай они снимали без меня. И сделали небольшой ролик про эти персики. Надеюсь, он тоже будет посмотреть. Вот он, ребята, ролик. Открыть не могу. Испорчу весь вебинар технически. Вот. Теперь. Очень нужен ваш совет. Ну, то есть, пусков мы уже покорили, идем дальше. Из косточки вырос вот такой абрикос на фото. Планируем использовать как подвой. Принцип действия поняла по вашим видео и книге. Но что делать с тонкими веточками, и отходящими от стебля. Обрезать, оставить. Вот скажите. Вот человек, которого всю жизнь учили резать и резать, резать. Вот как вообще могло это в голову нормально, да? Из косточки. Обратите внимание. Видели? Здесь есть недостатки страшные. Очень низко это. Как же так? Из косточки и вдруг ветки так низко. Срочно. А, кстати, на холм посажено. Одна. Вторая. Видели, да? И вот, смотрите. Начинаю придираться. Страшный сон садистов, которые ненавидят деревья. Люто. Которые считают, что Бог ошибся, создавая каждый раз. А вы знаете, что одинаковых деревьев нет на свете? А как можно, если взять это за аксиому? Это один из моих постулатов. Дело в том, что они же не знают, что это. Они же не приглядывались к ним. Им кажется, что все одинаково. А если что-то не так, то тут же нужно приводить, как бы это назвать, к общему знаменателю. Стандарт придумали. Для этого стандарта вы сейчас должны были... Вы сами напросились. Вы написали слово обрезать и оставить? Сейчас вы сами поймете. Обрезать. Вот это лишнее. Раз, два, три, четыре, пять. Вертикальное почти. Немедленно уничтожить. Причем их укорачивать нельзя. Знаете, почему? А, это ясно, почему нельзя нижнее. Они просто не имеют права быть. Господь, Бог, создавая деревья во всем разнообразии. Помните, я говорю, климат меняется в один градус. Все. Все меняется. Одним становится лучше, и они вытесняют тем, которым становится хуже. Вот, тут рожь грибов, самая главная рожь грибов. Главнее всего, а вы их уничтожать, товарищ Павлов. Гражданин Павлов. Так вот, это оказывается неправильное дерево. Обрезать. Два, три, четыре, пять. Вертикальное почти обрезать. Вот еще почти вертикальное. Где-то вот отсюда, по мнению, вы поминайте, 68 сантиметров вы себе пишете. Некоторые одометры. Вот это все надо было вычистить, оставить рану, 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 рану. А где вы живете, кстати? Ах, елки. Нету. Ну, там еще мы чуть ниже будем читать письмо, где минус 50. Вот это все извечить нам надо. А вы же не зря сказали тонкие. Знаете почему? Потому что так бывает, да. Вам кажется, что тонкие неполноценные, неполноценные. И где-то, по мнению Каншина и прочих этих самых, их уже нельзя, это как имя нарицательное. Каншины, Платона, вы, Ганечкины. Эти шоумены, особенно две последние. А тут ветки потолще. Эти все убрать, чертой матери. Вот отсюда должна хрона начинаться. И рано, 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 рано. И уже все. А тут же на дерево не впадает. Вот тут они покрываются монолиозом. Вот тут. Слышали, Каншины? Вот тут они с этого момента. И еще вот эти вот. Вот брошюра Фатьяна. Вы уже случайно, это 80-й год. Не академики, а? Случайно. Начинали вот с таких брошюр. Вот. И вот тут они монолиозом покрываются. Паршой покрываются. И еще, видели, сколько там названий грибов? Они даже на русский язык не переводятся. Это в страшном сне. Бедные студенты. И вот тут они начинают болеть. А увы, сейчас у вас выросло абсолютно здоровое дерево. Это не отменяли искусство? Да, скорее всего, раз в моей видеокниге. Вот. Скорее всего, мои абрикосы. Так вот, запоминайте. Вот эта маленькая веточка. Раз, два, три, четыре. Она кормит корни. Вот на этой веточке тоже, скорее всего, никогда плодов не будет. Это мы на бледне редко. Она кормит корни. Они должны расти. Корни будут расти. Будет расти дерево вверх. Будут развиваться вот эти ветки. Вот еще раз. Это, это, это. Отрезать нельзя. Они кормят корни. Вот это все. Каждый лист. Это солнечная батарея. Поняли, нет? А потом грибы виноваты, которые нападают на больной. Вы, когда вы везете дерево, начинают умирать листья. Они не сразу целиком умирают. Вот, возможно, вот тут поршинка, видите? Не целиком. Они, у них часть, начинают клеток отмирать. С виду нормально. И вот там, где мертвая клетка, маленький микроскопический грибок, потом больше, потом уже пятнышки. А вам кажется, что они жрут ветку листья живой. Вот хрен вам живой. Второе дерево. Поняли, да? Не трогать, не трогать. Вот тогда оно максимально здоровое. А дальше, конечно, это железовское все. Посадка. Крутовато немножко. Я против крутой. Почему еще? Мне не нравится, что... Извините, поругаю немножко. Крутовато, потому что вот здесь корни, да, вот они вот так. Они сильно близко к поверхности получаются. Им же надо вниз, понятно, пойдут. Ну и вот так пойдут. Сильно близко. Все-таки мороз. Раз. Второе. Уже видно, что в эту пору у вас уже должен был бы тут нарастать дерн. А вы как-то сделали как? Я не исключаю, что вот здесь вот уже вы спера вырастили, а потом нагребли. Извините, я надеюсь, что ошибся, и вы обидите, скажут. Да разве я могла окучить штамп? Да я же уже ли зал, вот они, вот они, эти самые, видео, книги. Разе я могла? Это просто, как вам кажется, что на самом-то деле корневая шейка вот тут. Может быть. Но вы умудрились, оно же прожило лето, судя по мощному росту, лето. И ни одной травинки. Значит, вы не собираетесь заращивать ее дерном? Неужели так и будете черной парой? Неужели все-таки вы только наполовину железовская? Ну, идем дальше. Вот теперь всем все, надеюсь, стало понятно. Игорь Негода.